Миссионерская, катехизаторская и духовно-просветительская деятельность Регулярно на базе Православной библиотеки Духовного центра Благовещения проходят духовно-просветительские мероприятия как для детской, так и для взрослой аудитории. Они проводятся с целью создания условий для расширения знаний в области духовной культуры, ознакомления с жизнью святых, событиями церковного календаря и их духовным содержанием. Постоянными участниками мероприятий являются учащиеся Буйской школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, дневные группы Центра социального обслуживания населения, группы людей пожилого возраста, дети и семей группы социального риска, воспитанники реабилитационного центра «Солнышко», активные читатели Православной библиотеки, читательский кружок у книжной полки, читатели Первой городской библиотеки, читательский кружок «Тропинка к храму», ветеранский клуб активных пенсионеров «Здравушка» и обучающиеся образовательных организаций нашего города. Чтение проходит в формате духовно-просветительских мероприятий и носит комплексный характер, включая в себя информационный обучающий блок с использованием видеоматериалов, фотослайдов, презентаций, беседа с батюшкой на актуальные вопросы, творческий блок. Для каждого мероприятия готовится тематический мастер-класс, направленный на закрепление темы, экскурсия и чаепитие. 1 февраля в Духовном центре Благовещения состоялось комплексное духовно-просветительское мероприятие для читателей Православной библиотеки «Кружок у книжной полки» по теме «Подготовительные недели Великого поста». Поскольку Великий пост в этом году начинается 27 февраля, с 5 февраля за богослужением начинают использовать постную триодь. Великий пост предваряют подготовительные недели и последующие за ним седмицы. О мытаре и фарисее, о блудном сыне, мясопустное и сыропустное. Церковь спешит на помощь. В первую приготовительную к Великому посту неделю, которая вот сейчас у нас скоро начнется, церковь в своих богослужениях говорит нам, «Иди, обучайся и у фарисея, и у мытаря, у одного учись его делам, но отнюдь не гордости, ибо дело само по себе ничего не значит и не спасает. Но помни, что и мытарь еще не спасен, а являться только более оправданным предлогом, чем украшенный добродетельный фарисей». На духовно-просветительском мероприятии кружковцы продолжили изучение внутреннего устройства храма, закрепив тему иконостас, а также узнали о духовном содержании подготовительных недель Великого поста. В продолжении мероприятия иерей Сергий Вележанин ответил на актуальные вопросы читателей. После чаепития в трапезной духовного центра мероприятие продолжилось творческим заданием. Каждый желающий в закреплении темой устройства храма изготовил для себя наглядную модель иконостаса. Мероприятие прошло в теплой дружественной атмосфере и получило положительные отзывы участников. «Мы недавно пришли. Я в этом году только пришла, и мне очень нравится. Я таких знаний не получила нигде. Даже учась в консерватории, но это было давно уже, 50 лет тому назад, я таких знаний даже в консерватории не получила. Мы редко в то время редко пели духовные произведения, а здесь я и знакомлюсь с духовными произведениями, и сама пою, и мне знакомлюсь с древними композиторами, и мне это очень все нравится. Это мне так по душе, и очень гостеприимно здесь нас принимает. Мы очень довольны». «Хожу я здесь уже второй год занимаюсь. Чем нравится наше учение, тем, что здесь нам очень достойно и, как говорится, правильно все показывают и рассказывают о Боге. То, что мы даже, хотя в церковь, это можем и не знать. И поэтому вот эти учения нам дают очень много, мы где-то что-то разбираемся уже, в чем-то мы спрашиваем. У нас как батюшка и Сергей, и Дмитрий у нас все-таки вели занятия. И поэтому нам вот бывает хорошо, если что-то у нас какие-то есть вопросы, мы им задаем. Мы с этим, они нам отвечают, и у нас получается как-то настоящая беседа. Мы уходим довольны своими. Мы вопросы сдали и нам дали достойные ответы. «Одно дело, когда ты служишь в храме, как сказал проповедь, да, тебя послушали, когда ты сказали «спаси Господи», а другое, и на этом все, да, люди разошлись, вышли, ты ушел из храма, и на этом как бы наше общение заканчивается. А когда живое общение, оно всегда хорошо, когда ты отвечаешь на вопросы людей. Живое общение. Сначала, конечно же, было тяжело. Ты дали вопросы, ты ответил на вопросы, и на этом как бы еще пытаешься подтянуть диалогу, да, людей. Стена. И потом, в настоящее знание, ты эту стену уже начинаешь подняться кирпичик за кирпичиком разрушать. И, как вы видели сегодня, уже люди активно участвуют, они задают вопросы, они действительно горят. Казалось бы, какой-то пустяшный вопрос, но если он его волнует, значит, он это волнует человека, значит, и человек ищет ответ на этот вопрос. Для меня это пустяшный вопрос, а для этого человека это вопрос, сейчас, может быть, на данный момент крайне жизненно важный. Мне нравится формат не просто, когда ты просто берешь бумажку, да, с вопросами и отвечаешь на них. Можно и так. Есть такой, да, есть такой формат. Но мне больше нравится формат диалог. На базе духовного центра вот уже третий год действует кружок у книжной полки, так мы его называем. Его участниками являются активные читатели. Постоянно увеличивается число наших активных читателей, наших участников духовно-просветительских бесед. Мы собираемся один раз в три недели для того, чтобы узнать что-то новое в области духовной культуры. Не просто узнать, но и расширить представление. Потому что наши встречи носят уже такой характер воскресной школы для взрослых. То есть это мероприятие, это целое мероприятие духовно-просветительской направленности, которое включает в себя и информационную часть, то есть расширение представлений в области церковного календаря. Занятия носят обучающий характер, то есть мы знакомимся с устройством храма, внешним, внутренним. И также мы изучаем события церковного календаря. В преддверии Великого Поста мы познакомились с неделями, предшествующими Великому Посту. Не только узнали притчи, которые связаны с этими неделями, но и познакомились с их духовным содержанием. Все наши встречи носят комплексный характер. Они включают в себя обучение, то есть информационный блок, расширение представлений о церковном календаре, чайпитие. И также творческую часть, которая проводится для того, чтобы закрепить полученные на наших встречах знания. Кружок активных читателей у книжной полки приглашает всех желающих присоединиться к мероприятиям, которые проходят на базе православной библиотеки один раз в три недели по средам с десяти часов. Узнать анонс мероприятий можно по телефону Духовного центра 407-64. Также информация размещается на информационных стендах храмов нашего города и на сайте ВКонтакте Благовещенский собор Православный Буй и в информационной сети Одноклассники Церковная благотворительность Город Буй.